Потому как получить 5 звезд по острову, и будем мы делать это, например, старого и большого острова, и это сделать чертовски сложно. Давайте посмотрим, что у нас есть по рейтингу, ну, с динозаврами как-то попроще, количество разнообразия. Количество и разнообразие, добавили побольше динозавров, все отлично, вот с этим все плохо. Рейтинг посетителей выглядит неплохо. 5 звезд. Ваши дела идут вполне неплохо, но не зазнавайтесь. А теперь давайте расскажу, как получилось только что 5 звезд. Последнее было, это магазин одежды, я здесь достроил, смотрите, как это все дело работает. Дело в том, что в каждой зоне парка у вас должны выполняться условия, то есть должно быть достаточно еды, должно быть достаточно питья, развлечения, покупок. И безопасности, если у вас там штормит, должны быть убежища и штормовые станции. Смотрите, вы включаете режим глаза и выбираете. Допустим, вот видите, электроэнергия, штормы, вот если идут штормы, то нужно строить защитные здания. Так, убежище, если вдруг надо, но на этом острове это несущественно, мы пропускаем. Дальше идут финансовые данные, аттракционы. Видите, у вас должно быть все желтое, либо голубое. То есть вот в этой области, ну, здания, в общем-то, у нас желтенькие, ну, и синенькие, все неплохо. То же самое в начале. Здесь вообще все голубенькое, все отлично. Здесь тоже все желтенькое, то есть аттракционы. Если у вас вдруг не хватает развлекалов, то строите боулинг, либо аттракционы. Идем дальше. Еда. С едой то же самое. Видите, с едой голубенькое. Это у нас вот фастфуды, концентрации, то есть что определяет место, где должна быть еда. Это отели, там где большая часть людей, и смотровые башни. То есть возле отелей и смотровых башен у вас должны быть рестораны, магазин и вся прочая лабуда. Вот видите, рестораны, смотровые. И здесь вот есть магазин подарков и есть ресторан. То же самое и со всех остальных. Вот здесь вот. Вот здесь вот еще тоже стоит построить. Какой-то, например, фастфуд, и эта штука здесь посинеет, позеленеет. Давайте, может, в принципе, если она поместится, я здесь это здесь сейчас и сделаю. Вот какой-то фастфуд. Так, ну как бы тебя здесь поместить? Здесь проблема с ландшафтом. Мне показалось? Нет, не показалось. Вот, смотрите, сейчас достроится здесь фастфуд. И вот эта зона, ведь она уже стала не красной. Она была красной, уже стала желтенькой. То есть у нас вообще сейчас мега-мега-мега пять звезд. То же самое, ребята, вот с напитками и с подарками. Ну, с подарками у магазинов там одежда, магазины подарки и игрушки. Это вот относится к подаркам. Да, ну, веселье есть веселье. Сейчас у нас достроится фастфуд, и здесь нам уже даже позеленеет. Хотя, может, ресторан больше нужен. Вот таким вот образом достигается пять звезд. То есть вы делите остров свой на какие-то зоны, но он географически как-то поделен, да. И в каждой из этих зон, да, вот у нас, допустим, остров. Условно можно поделить вот зона один, зона два, зона три и вот зона четыре. То есть во всех этих зонах у вас должно присутствовать достаточное количество рестораны, магазины и прочее-прочее, ребятки. Лабуда. Так. Магазинчик достроился. И смотрим. И, как видите, все стало зелененьким, даже не желтеньким. И напитки, и еда. Вот так вот нужно поступать, чтобы получить рейтинг пять звезд на любом острове. Я вот только, в общем-то, сам в этом разобрался и вам об этом рассказал. Так что ставьте пальчик вверх и до скорых встреч. С динозаврами все просто. Просто количество и разнообразие, ребята. Все, пока.